Пока в Украине отмечают день государственного флага, в Броварах, что под Киевом, из многоэтажки торчит флаг России. Там живет мужчина, который утверждает, что помогал сепаратистам строить так называемую ДНР. И ему, мол, до сих пор благодарны. Почему жильцы дома не могут найти управу на соседа, а СБУ почему-то молчит? Наш Саша Джусупов повез этому прекрасному человеку сюрприз. Эту антиукраинскую ересь соседи этого мужчины слушают каждый день. Вот наш персонаж, который повесил российский флаг. Флаг страны, с которым мы боюем. Но если они раньше затыкали уши, то теперь им придется закрывать еще глаза. Потому что недавно этот тип вывесил флаг России прямо из своего балкона. Так как это флаг страны, с которой мы боюем. Влад сделал эту фотографию всего неделю назад. Влад опубликовал это фото в социальных сетях. И уже на утро о местном сепаратисте знал весь город. Рано утром, когда мы на следующий день прибыли сюда, уже этой половой тряпки не было. Только дедушка что-то разговаривал невнятно. Игорь один из местных активистов, которым не все равно, что флаг агрессора безнаказанно развивается у него по городу. Они приехали по адресу, чтобы заставить снять пиколон. Потому что... Так как мы видим в этом сепаратизм, подрыв национального сувениета Украины. И неизвестно еще, что может быть у него в квартире. Мы сделали устное заявление в СБУ и в наше правовое отделение полиции. Они сказали, что созвонится. Прошла уже неделя, но на сегодняшний день результата абсолютно никаких. Дедушка флаг снял. Но я думаю, не навсегда. Ведь это не первый раз, когда неравнодушные люди приходят, требуют снять флаг. А потом он чудесным образом вывешивается опять. Два года назад Игорь уже видел такую картину. Тогда Игорь тоже оставлял заявление в СБУ. Но ответа так и не было. Почему же они уже два года никак не реагируют на российскую символику и антиукраинские высказывания? Уже не терпится познакомиться с этим смелым дедулей. Хочу понять, почему любитель русского мира до сих пор живет в Украине? Видно, что дедушка любит символику. Даже цветочки на берег наклеены. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно с вами пообщаться? Меня Александр зовут, ну из телевидения. Меня закрыли. Вас закрыли? Да, да. А, Гринан Олимпийский. А, жена вас закрыла и ушла, да? Я в порядке с тобой. Да, мне не надо. Не получается, да? Ну, хоть через дверь поговорим. Как оказалось, Вадиму Николаевичу 61. И прямо так и свое русское знамя. Быти. Ну, что это такое? Скажите, а вы в курсе, да, о том, что вот на востоке нашей страны, в Украине, там, идет агрессия соседнего государства? Мы выступаем за объединение с Российской Федерацией и с Белоруссией. Ну, ничего себе. Напомню, согласно 110-й статье Уголовного кодекса, посягательства на изменение границ территории, а также публичные призывы к совершению таких действий наказываются лишением свободы от 3 до 5 лет. А бандеранский флаг – это какой? Желтоголубые, черно-красные. А желтоголубые – это бандеранский, да? Слушайте, даже не знаю, что такое. Подождите, а вы знаете, что это аж официальная символика нашей страны? Это не фашистский, желтоголубые. Желтоголубые – фашисты. Согласно 338-й статье Криминального кодекса, устное надругательство над национальной символикой наказуемо арестом на срок до 6 месяцев. У меня сам заказченко пополитарит. А за какое дело? Переводим. С***. За то, что я, как сказать, отмечусь, в макангруппе защитить Донецк. А я участвую в предыдущей. Ну и контрольный. Согласно 111-й статье Уголовного кодекса, государственная измена, переход на сторону врага наказывается сроком от 12 до 15 лет. Честно говоря, я в шоке от того, что я только что услышал. Кстати, симпатичная лавочка. Представляю, как он приходит, садится на нее, и его начинает тошнить от этой бандеровской страшной фашистской лавки. Я немедля отправил официальный запрос в СБУ и полицию и передал им видеодоказательства. Хочу разобраться, почему уже два года нет никакой реакции со стороны органов. Они же сами призывали сообщать о проявлении сепаратизма. Нам человек сказал, что он участвовал, помогал в развитии Донецкой Народной Республики, так называемой, и поддерживает действия Захарченко, Плотницкого и так далее. На проверке СБУшников уйдет две недели. А тем временем я решил вернуться в Бровары. Но не один, а вместе с ветеранами АТО. И у них есть свой подарок для пророссийского дедушки. Мы решили напротив повесить ему флаг, чтобы каждое утро он ему мозолил глазки и напоминал, в какой стране он живет. Трехметровый желто-голубой флаг будет развиваться прямо напротив окон Вадима Николаевича. Кто знает, возможно, весь этот труд не пройдет тщетным. А вдруг действительно человек перевоспитается и полюбит нашу страну. Я больше чем уверен, нужно сейчас видеть, что-то происходило. Только что, кстати, горел свет, уже на балконе его выключил. Ну что ж, все подготовки сделаны. Итак, вот они, культовые моменты, культовые секунды. Вадим Николаевич, это вам подарок от нас. Девушка, а вам видно нас? Видно флаг? Хорошо? Классно вы смотрите, правда? Это мы для Вадима Николаевича.